В эфире программа 112. Инструкция по безопасности. Мы расскажем вам, как не стать жертвой мошенников, что однажды может спасти вам жизнь, здоровье и имущество. И в начале выпуска сводка ОМВД по Ненецкому округу за минувшую неделю. За прошедшую неделю на территории Ненецкого округа произошло 113 происшествий. Из них 16 преступлений, 14 из которых раскрыты. Всего сотрудниками полиции выявлено 193 административных правонарушения. За распитие алкогольных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах привлечено 59 граждан. Изъято 7 единиц оружия и 17 боеприпасов. За неделю на дорогах округа совершено 9 ДТП. С причинением вреда здоровью не допущено. На территории города и поселка Искатели проведена операция под названием «Заслон», в ходе которой нарушений не выявлено. Продолжается проведение оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный город». За минувшую неделю нарушений также не выявлено. На прошлой неделе сотрудниками полиции пресечена деятельность двух игорных заведений. В ходе проверки установлено, что азартная деятельность осуществлялась нарушением требований федерального законодательства. В настоящее время по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Напоминаем жителям округа, что обо всех фактах организации и проведения азартных игр вы можете анонимно сообщать по телефону доверия УМВД 4-21-52. Анонимность гарантируется. А также обращаем внимание на участившиеся кражи велосипедов и угон автомобилей. Уважаемые граждане, не оставляйте ваши транспортные средства открытыми. Даже на короткое время необходимо в обязательном порядке использовать противоугонные средства. При угоне автомобиля следует немедленно обратиться в полицию. Тогда есть шанс разыскать вашу машину и задержать угонщика по горячим следам. В Наринмаре полицейские закрыли игорные клубы. По данным пресс-службы УМВД, один из клубов был организован в подвальном помещении дома 29 по улице Ленина, второй в поселке Искателей. Подпольные клубы работали под видом букмекерских контор. Но процесс игры аналогичен игорной деятельности. С места преступления полицейские изъяли 17 мониторов, 22 игровых терминала, 4 системных блока и более 10 тысяч рублей, полученных в результате незаконной деятельности. Оперативниками была получена информация о том, что в одном из зданий в центре города, а также в поселке Искатели, расширяются азартные игры. В ходе оперативных мероприятий факт незаконного проведения игорной деятельности с нарушением требований федерального законодательства подтвердился. Подпольный клуб города Наринмара и поселок Искатель работал под видом букмекерской конторы. В настоящее время по данному факту органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Обо всех фактах организации и проведения азартных игр граждане могут анонимно сообщать по телефону доверия у МВД России по Ненецкому округу. 4-21-52. Анонимность гарантируется. Росприроднадзор не подтвердил загрязнение воды в Печоре на территории Ненецкого округа. Мониторинг состояния воды в реке проводился в соответствии с поручением главы региона. Рейды организованы в связи с выбросом нефти в реку Ярига, нефтезагрязнением реки Ухта, бассейн Печоры в Республике Коми. Напомню, еще в начале апреля местные жители поселка Шудаяк обнаружили утечку топлива. Спустя две недели в сети интернет стали появляться многочисленные видеоролики из статьи ОЧП в районе реки Ухта. Общественные организации стали бить тревогу об экологической катастрофе. Ситуация на водоемах Ненецкого округа контролирует Росприроднадзор совместно с Комитетом гражданской обороны. Отборы проб проводились четыре раза, начиная с 28 апреля. Незначительное превышение предельно допустимой концентрации веществ выявлено в пробе воды от 4 мая в районе нескольких населенных пунктов. Пробы, взятые 6 и 11 мая, в том числе донные, превышение санитарно-гигиенического норматива не выявили. В управлении Росприроднадзора по Ненецкому округу считают, что угрозы для населения водных биоресурсов водоплавающих птиц нет. Одна из примет наступившего лета в любом городе велосипедисты. Другая примета – кража велосипедов. Как защитить железного коня от угона? В Наринмаре с начала весны, когда на улице вышли первые велосипедисты, в полицию поступают заявления об угоне. Расследование по таким заявлениям проводят каждое лето. Большая часть угнанного транспорта возвращается. Тем не менее, полицейские обращаются к гражданам. В первую очередь, это ваше имущество и в ваших же интересах обеспечить его сохранность. Во избежание хищения рекомендуем владельцам велосипедов использовать противоугонное оборудование, нанести индивидуальные метки на крупных деталях – рама, колеса, руль, сидение – в недоступных местах, которые будут известны только вам. Как пример, можно выбить на раме велосипеда вашу фамилию, знак или информацию, которая будет известна только вам. Сфотографировать велосипед. Полиция призывает максимально усложнить процесс хищения велосипеда. Это была программа 112. Будьте внимательнее, берегите себя.